Тема номер один, Дмитрий, я думаю, вы согласитесь со мной, это, конечно же, Лиман. По состоянию на 12.30, Лиман зачищен полностью, спасибо нашим военным, нашим воинам, слава Украине, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении. Дмитрий, вы считаете, что освобождение Лимана – это предвестник нашей большой победы, и как на это отреагировали Кадыров и Пригожин, мы обсудим позже, как на это отреагирует Путин? Вы знаете, конечно, освобождение любого украинского города, населенного пункта – это всегда для меня праздник. Освобождение Лимана – праздник вдвойне – это крупнейшее стратегическое такое название, стратегический узел, освободив который, мы открываем себе дорогу на Луганск, на Донецк. Я вообще в хорошем настроении пребываю, потому что я нахожусь в предчувствии того, как мы зайдем в Донецк, в Луганск, а сегодня мы уже пошли на Херсон и пошли ударными темпами. Поэтому я думаю, что Путину скоро скучать не придется. Да он уже и так не скучает. Так, сразу несколько вопросов от зрителей, чтобы не терять навыков. Здравствуйте, что с голосом Дмитрия и где купить зефир? С голосом Дмитрия все нормально вроде. Может, у вас что-то с наушниками или с установкой. А зефир сейчас из-за войны временно не продается, но когда мы победим, обязательно будет продаваться. Мы также будем благодарны вам, если вы будете писать нам, где вы нас смотрите. Вот где вы живете или сейчас… Да, география очень важна, да. Это очень интересно. Так, пишут нам также, что… Простите, много сообщений, сразу я буду показывать, стараться. Желаю победы Украины, я из Кыргызстана, пишут нам. Мы тоже соскучились. А еще пишут, Донецк также ждет, Дмитрий. Да, да, Донецк также ждет. Как и Херсон, как и Луганск, как и Мелитополь, как и Бердянск, как и Горловка, как и Инакиево. Как и все наши места, которые сейчас под врагом. Как я обещал, да, в продолжении темы Лимана, Рамзан Кадыров обвинил в потере Лимана генерал-полковника Александра Лапина. Кадыров напомнил, что Лапину в июле было присвоено звание Героя России за взятие Лисичанской, хотя по его словам, по словам Кадырова, де-факто его там рядом и не было. Кадыров заявил, что Лапин – бездарь, которого покрывают наверху руководители в Генштабе, а также выразил недовольство тем, как развиваются события в зоне боевых действий. Кадырова в его критике Лапина поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно перестал скрывать, что именно он стоит за деятельностью ЧВК «Вагнер». Также он же вербует заключенных в России для войны в Украине. Вот что он написал. Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле, но могу сказать, Рамзан – красавчик жги всех этих ушлепков с автоматами-басами на фронт. Забавно, что Кадыров и Пригожин нарушили российское законодательство, запрещающее, цитирую, публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Дмитрий, о каких, на ваш взгляд, внутренних процессах говорят вот эти вот внешние противостояния? Ну, для начала важно сказать, что российская армия, разрекламированная, которой боялись, ну, в Украине-то не боялись, но боялись, в общем, в Европе, на Западе, оказалась пшиком, блефом. Российская армия – это говно. Солдаты российской армии – говно. Генералы российской армии – говно. Я прекрасно понимаю, по какому принципу пробирались там наверх те, кто руководят сегодня боями со стороны России. Это чисто советские, старорежимные, такие совковые даже, я бы сказал, офицеры, которые в тяжелые времена, в 90-е, строили карьеру в 2000-х, в начале 2000-х. И, конечно, в условиях разворованной российской армии, совершенно непродуктивной, неинтересной с точки зрения нового дня, новых веяний, новых разработок каких-то, они расталкивали себе дорогу локтями и деньгами. То есть типичная картина, кстати, и для украинской армии до недавнего времени, когда в ней задавали тон бывшие советские офицеры-генералы. Чисто паркетные люди, которые не нюхали настоящих сражений, зато нюхали коррупцию хорошо, продажу вооружений и так далее, и так далее. Поэтому вот в условиях войны оказалось, они же наехали, Кадыров наехал на Герасимова, начальника генштаба, что Лапин – это его креатура, кум там, слад, брат, я не знаю. И он его толкает. Вполне возможно, конечно, героя России. Это чисто советские подходы в корне, отличающиеся от подходов стран НАТО и от подходов новой украинской армии. Сегодня у нас сложилась уникальная ситуация в украинской армии, когда наверху оказываются люди, так должно быть, люди, которые наиболее талантливые полководцы, наиболее смелые, стратегически подготовленные и так далее. Хотя это же не секрет, что наши новые руководители армейские, они готовились по программам НАТО, тот же Валерий Залужный. Поэтому то, что происходит сегодня в Украине, об этом можно мечтать в России. Поэтому эту говно армию не надо бояться. И ее уже никто не боится. Рамзан Кадыров это понимает. Пригожин это понимает. Пригожин понимает, что ситуация вообще вышла из-под контроля, потому что никакие меры, которые они принимают, не работают. Ну, набрали мобилизованных. Ну, например. Ну, мы же смотрим с вами ролики из призывных пунктов и из казарм, куда их определяют. Ну, это то же самое быдло, только немотивированное. Эти еще мотивированное быдло было, которое мы перемололи уже в основном. А эти, слушайте, ну, забрали людей от жен, от детей, от семей, погрузили в составы и повезли. Они что, хотят умирать? За что? Они говорят, мы не собираемся. Зачем это нам? Это политические игры. Мы не хотим воевать с Украиной. То есть те хоть, те шли добровольцы как бы, но записывались по контрактам, они получали бабки, они сами шли. Поэтому их, кстати, не так жалко было остальным россиянам. Когда гробы приходили в Россию, люди говорили, как, ну, что он сам захотел пойти, ну, убили его, но он же знал, куда он идет. То есть здесь ситуация другая, здесь насильно забирают. И когда пойдут гробы, они не пойдут, они попрут. Вот тогда будет весело. Виталий спрашивает, как, по вашему мнению, отреагировал бы Черномырдин или Немцов на сегодняшние события? Я дружил с Виктором Степановичем 7 лет, когда он был послом России в Украине. Это был замечательный человек, я отвечаю за то, что говорю. Это был замечательный, душевный, добрый, красивый такой человек, настоящий русский самородок. Вот если говорить о русских хорошо, если думать о хороших русских, то надо говорить о таком человеке, как Виктор Степанович. Душа, мудрый, яркий, интересный. Я очень много подчеркнул от него, но он мне рассказывал очень много о том, что там происходило в России, это было очень интересно его послушать. Я убежден, вот мы говорили с Леонидом Даниловичем Кучмой недавно, я убежден, и он убежден, что если бы у руля России были на сегодняшний день Ельцин и Черномырдин, никогда не была бы возможна война России с Украиной. Поэтому, думаю, Черномырдин был бы в шоке. Борис Немцов, ну он понимал все, он знал цену Путину, цену этим прихлебайкам его, он знал цену русскому фашизму. Борис Немцов знал про них все. И, конечно, очень печально, что этого прекрасного, красивого человека, замечательного человека нет в живых.